Девушки отдыхают Девушки отдыхают Чем вы успели узнакомиться, насколько хорошо знаете Вселенную? Жень, ты или мне начать? Ну, давай с тебя Я думаю, ты глубже подлежишь в тем Да, я на самом деле очень поздно прочитал пацанов Я работал несколько лет в магазине комиксов И в какой-то момент Мы, собственно, привозили периодически В зарубежные издания И в какой-то момент к нам приехали пацаны И я тогда как-то очень скептично Отнесся к этому комиксу Потому что это был тот том, в котором они отправляются в Россию И мне почему-то показалось, что это очередная клюква Я почитал отдельно этот, по-моему, третий том, если не ошибаюсь И как-то не очень понял сюжет И подумал, ладно, когда-нибудь потом Спустя пару лет я все-таки добрался до пацанов Прям сел и досконально прочел с самого начала до конца И понял, что я был совсем неправ Потому что это прям такая Была максимально отличная от всех прочих супергеройских историй Которые я читал на тот момент вещь Она была крайне чернушной Но в то же время Все это типичный стиль Энниса Который он в своих комиксах о войне О карате или других ведет Здесь показался мне уместным Потому что это как раз давало какое-то ощущение Свежее по сравнению с супергеройкой Марвел Ди Си Которая уже с годами начала немножечко утомлять И это было круто Ну и потом, соответственно, когда анонсировали сериал Я его очень ждал И он получился не таким, каким я его ожидал Но об этом, я думаю, мы отдельно поговорим Я не читала комиксы, сразу скажу Потому что у меня довольно сложные отношения с чернухой Я хочу сказать, что именно сериал для меня Идеальное соотношение, так сказать, чернухи и всего остального Потому что мне поэтому не заходят очень многие комиксы Но я не буду говорить, что это, естественно, плохо или что-то такое Нет, просто это типично моя вкусовщина Но вот у меня сложные взаимоотношения с кровищей и сексом Когда они имеют графическое воплощение Поэтому я не читала комиксы, потому что, насколько я знаю Я просто просила знакомых И мне сказали, что там довольно много И там с этим жестче, чем в сериале И поэтому я решила, что, ну, упс Чтобы не насиловать ни себя и не криваться потом Я лучше не буду туда заглядывать И поэтому я сразу стартовала с сериала И да, это был просто глоток свежего воздуха После DC и Marvel При всей моей нежной любви, что к Marvel, что к DC Ну, не ко всем, так сказать, киновоплощениям Но все-таки Все-таки, конечно, поднадоело И довольно картонные раскрытия некоторых тем там идут Поэтому пацаны просто зашли мне на ура И я очень ждала второй сезон И, ну, впрочем, о втором сезоне мы поговорим дальше У нас так интересно получилось Мы, честно скажем, что специально это не готовили Но три разных ситуации со знакомых пацанами Потому что Денис и читал все, и смотрел Женя, соответственно, только смотрела А я читал, но не все Ну и, соответственно, тоже посмотрел этот сериал То есть я такой немножко золотая, что ли, середина Между этими двумя крайностями У меня знакомство с комиксом началось до сериала Кто-то, может быть, из слушателей знает Что я, кроме как в мире фантастики, работаю еще в X-Mobile Fan Zone Ну и, соответственно, именно мы издаем пацанов на русском Мы их начали издавать, наверное, где-то месяцев за 8 до премьеры сериала Ну и вот когда у нас выходили первые два тома Я их тогда прочитал Соответственно, сейчас я прочитал те четыре тома Которые, в принципе, есть на русском Сериал я смотрел в прошлом году Практически сразу, как он вышел И надо сказать, что на меня он произвел очень большое впечатление Я огромный удовольствие его посмотрел Ну и сейчас вот из трех эпизодов, которые успели выйти Я посмотрел два До третьего, пока не успел добраться Это ты как так? Они же сразу вышли три в один день Да, но дни, соответственно, все-таки не резиновые И есть много всего, чем еще хочется заняться Кстати, опять же, писать Просто я боюсь, что тогда, обсуждая второй сезон Мы с Денисом тебе рискуем немножко проспойлерить То, что происходит в третьем Потому что там очень важная Ну одну серию, что ж уж поделать Сам виноват, если что Я вот что хочу сказать Небольшой такой инсайт из издательства Мы, когда начали издавать У нас достаточно хорошо пошел первый том Второй уже послабее Вот именно до сериала И у нас не было полной уверенности Что экранизация Такой даст буст для продаж Она окажется действительно громкой И яркой Ну, бывают экранизации, которые прям превращают Первый источник в суперхит Бывает обратные ситуации, когда выходит экранизация Ну, соответственно, она не дает какой-то большой отдачи Если, например, получается Сама по себе Не очень интересно Пацаны оказались Очень в итоге Крутой экранизацией Ну и сейчас мы уже Издаем продолжение с удовольствием У нас идут допечатки Но, как я сказал Не у всех было заранее ощущение Что пацаны Это будущий хит Как считаете Что обеспечило сериалу Такой именно успех Причем успех, на мой взгляд Выходящий за рамки Какого-то Сугубо жанрового Или поклонников супергероики Сериал, на мой взгляд Заинтересовал Очень много тех Кто обычно Супергеройские История Ну так Ходит стороной Мне кажется На самом деле Одна из основных причин Почему он так Вроде и заинтересовал Это то, что Они не стеснялись Показывать какие-то темы Которые в других Супергеройских произведениях Остаются за кадром Ну, то есть Грубо говоря Как ведут себя Супергерои Когда они Не на людях То есть Как они общаются Между собой Как они там Ну, грубо говоря Вот произошло какое-то Происшествие И погибли случайные люди То есть Как на это реагирует Супергерой Который В принципе В команде В первую очередь Не ради Там Идейности И спасения мира А ради Там Какой-то Личной выгоды То есть Здесь это очень Реалистично показано Этого нет в фильмах Марвел Где нам показывают Всех героев Абсолютно Что они именно Все такие Высокоморальные Да даже в фильмах DC В которых у нас есть Скажем Персонажи Спорные Но тот же Бэтмен Вот По версии Зака Снайдера Его сложно назвать Относительно Положительным Он все равно Более положительный Чем все Вот эти супергерои В пацанах И это Вызывает Как раз у людей Эффект Правильно сформулировать Им интересно Потому что Они такого прежде Не видели На телеэкранах То есть Фанаты комиксов Когда они читали Пацанов Они уже встречали Ранее Супергероев Которые убивали людей Которые нарушали закон И так далее Но именно Супергероя Который умышленно Изначально позиционируется Как злой На телевидении У нас по-моему Пока не было Только в каких-то сериях В духе Квартка Кента В Тайнах Смолвеля Сделали злым С помощью там Красного криптонита Но это на одну серию Но это все-таки Не считается Как мне кажется Ну теоретически Наверное Некоторые Версии карателя Могут быть Сочетены Злых героев Но Ну его сложно Назвать Прям героем Все-таки Он Такой Знаешь Это как Дэдпул Его можно назвать Прям супергероем Или это все-таки Антигерой Ну я думаю Что во-первых Просто идеальный тайминг По выходу сериала Получился Потому что Как раз там Примерно По-моему Вскоре после этого Было 10 лет Франшизе Марвел И вот За 10 лет Зрители как раз Успели подустать От такой Пафосной Супергеройки Ну надо сказать Марвел конечно И сам Двинулся Так сказать В направлении Бафоса И выстебывания Немножечко Подстебывания Самого себя Но конечно Не до такой степени Как это сделали Пацаны Но И второй фактор Мне кажется Что в принципе Вне зависимости От темы Супергеройки Или стеба Над ней Это просто Очень хороший Продукт Там Прекрасная Проработка Персонажей Он опять же Да как правильно Заметил Денис Не боится Затрагивать Какие-то темы Которые в принципе Не только Супергеройки Но и На большом экране Не так много Кто осмеливается Затрагивать То есть он стебется Просто над всем Естественно Выстебывает Американское общество Современные тенденции Феминизм И вот это вот все Такая честность Мне кажется Тоже очень многих Подкупает Ну и Просто даже Если не брать Степ Я Просто так получилось Что Одновременно Почти вышли Второй сезон Академии Амбреллы И второй сезон Пацанов И мне настолько Было приятно Начинать второй сезон Пацанов После второго сезона Амбреллы Потому что я просто Смотрела И думала Боже Как приятно Иметь дело Со сценаристами Которые не страдают Амнезией И которые не ударяются В самоповторы И вот просто Там такая проработка Персонажей Такие арки Им прописывают Так хорошо Их раскрывают И не боятся Драматизма И в общем Ну я не знаю Я очень люблю Именно сценарий Их И я уже не говорю Про то что И спецэффекты На высоте И картинка Хорошая Ну и каст При том что Не так много Как бы Каких-то звезд Первой величины Но тех Кого подобрали Просто идеально Легли на свои роли И мне кажется Вот это все Обеспечило Вот этот успех Который мы имеем Мне кажется Еще очень важна Составляющая Именно комедийная Все таки При всем при том Что Марвел Очень часто пытается Дежурные шутки Вставлять Разбавлять Вот этот папа С каким-то юмором Показывать Что они не всегда К себе Серьезно относятся При всем при том Марвел Все таки Держится В определенных рамках Если не брать В расчет Дэдкула Который стоит Вот так В стороне И как раз Дэдпул Наверное Был первым Кто продемонстрировал Что есть запрос На вот такой Абсолютно развязный Выходящий За рамки Традиционных Комиксовых Сюжетов И приличий Сюжеты В пацанах И в оригинальном комиксе Это было всегда И Там же Львиная доля Супергероев Это пародии На каких-то Классических персонажей Вроде того же Бэтмен на Супермена Или Катана Америку Они стебутся Одновременно И над комиксами И над их штампами И да Действительно Многими пороками Современного общества Вроде Преклонения Перед звездами Их популярности Когда они превращаются По сути В небожителей И вот Это Такая Черная комедия Которой Почти нету В Супергероике Сейчас Мне кажется За счет Комедийной Составляющей Пацаны Смогли Вот так вот Прорваться За рамки Именно Аудитории Случительно Супергеройских Историй Знаешь Я вот сейчас Пока ты говорил Задумался Тем что Наверное Юмор Дэдпула Он все таки Ближе К тому юмору Который был В оригинальном комиксе Потому что В сериале В пацанах Получилось все таки Немножечко Выверенные шутки То есть Они там тоже есть Там тоже есть Местами такие Скажем Близкие К Энису Вещи Но тем не менее Они все таки Не совсем Как это сказать Там нет совсем Низкого юмора Вот как вот У меня почему то Сейчас Немножко забегу вперед Всегда когда говорим О пацанах Я понимаю Что Амазон Проделал просто Гигантскую работу По адаптации Потому что Пацаны Это комикс В котором Например Совершенно нормальная История Это когда Местный вариант То ли Бэтмена То ли Тони Старка Спас планету Тем что Совокупился В космосе С метеоритом И как бы В комиксе Это все подается Как нечто нормальное Адекватное И смешное И в тот момент Когда ты это читаешь Тебе это тоже В каком-то мере Заходит Можно так сказать Но я совершенно Не представляю Как это можно было бы Подать В сериале В современности Как бы на телеэкране Невозможно Адаптировать дословно И они проделали Просто гигантскую работу Под тем Чтобы вот этот юмор Который был у Эниса Его как бы Сохранив Какие-то вот эти Вот перегибы его Которые у него есть Адаптировать их Для смотрибельной Ну Смотрибельную версию Чтобы любая аудитория Вот которая любит Супергероев Чтобы им зашло И это очень круто Потому что Это действительно Отличает его От оригинала И в каком-то смысле Он даже выигрывает Потому что Я например Не всем могу посоветовать Комикс Ну пацаны Потому что Он местами очень жесткий Вот как верно Что чернухи там прям много И местами даже слишком много То есть я понимаю Что это умышленно И мы наверное Об этом чуть позже поговорим Но В сериале Это как раз подается порционно И у тебя Не возникает такого чувства Что слишком Ребята Здесь вот далеко Я бы сказал Что Комикс Он не только Чернушный Потому что Если говорить именно так То может Я думаю Создать впечатление Что там просто много кровищ И какой-то жести Он еще местами Ну пошловатый что ли То есть там много Такого юмора Который можно назвать Сортирным И ниже пояса Уж там Его полно Кто В принципе Знает комиксы И представляет Вот такой Энис Наверное Хорошо Осведомлен Потому что В принципе У него Многие очень истории Такие И взрослые И серьезные И на грани И за гранью Фолла Но вот В пацанах Мне кажется Он просто Оторвался На полную Ни в чем Себя не сдерживая И Кстати Тут Кто-то говорит Не только о самом Энисе Но и о визуальной Составляющей комикса Потому что Она тоже Вот Это такой Гротеск Зачастую Запредельный Который Ты абсолютно Прав Его перенести На экран Ну наверное Можно было бы В какой-то Анимации Ну да Да кстати Но Именно в формате Игрового Кино Или сериала Посмотрелся Дико просто Ну и Чисто по наполнению Смысловому Тоже Как мне кажется Ну да Ну вот я в итоге Живой пример Живое доказательство Того что Человек К которому Не особо Заходит Чернуха Но вот Пацаны Просто ложатся Идеально Потому что У меня не было Ни единого Наверное эпизода То есть ладно Были Очень стремноватые Скажем так Для меня эпизоды Которые произвели На меня большое впечатление Это например Как в первом сезоне Замечательная сцена Где Девушка И Трейна Я забыла Как ее Перевели Девушка Робин В общем Нет Девушка А это Мягколапка Да Мягколапка Вот Да И Вот сцена С ее домовладельцем Который к ней приходит На дом Я думаю Все помнят Чем она Да Это прекрасно Вот Вот это Просто Я потом Помню Долго сидела После этой серии И смотрела в экраны И думала Что я хочу это развидеть Но Таких сцен там Было не очень много И в итоге Я Ну В общем Не настолько сильно Все таки Оно меня Раздражало Что бы я Хотела бросить Смотреть Или что-то Такое То есть Просто Они сумели Удержаться На очень Тонкой Грани Между Трэшем И жестокостью И Все таки Адекватностью И Ну Неотъемлемой частью Истории Да Тут надо Комиксов Очень сильно То есть То Каким мы видим Его в сериале Он в комиксе Таковым не является То есть Я объясню В сериале Он изначально Нам показывает Что он плохой Что ему В принципе Не парит Убивать людей Он может Это делать Он Как бы Думает О своих интересах Больше Чем о прочих И вот это Вот все Постепенно Раскрывается Вот уже В втором сезоне Тоже В комиксе же Хомлендер Очень поздно К этому пришел То есть По сути Весь комикс Большая его часть Показывает то Что он Помешался И только ближе К финалу Он как раз Становится тем Кого нам Показывают в сериале Там Опять же Не буду вдаваться В суперсложные спойлеры Потому что Я полагаю Они и к сериалу Тоже относятся Но Хомлендер В комиксе Действительно другой Да Он тоже говнюк Да Он тоже ведет себя Отвратительно И плохо Для супергероев То есть Это прям Ну скажем Несоответствующее поведение Его образу В СМИ Но он не является Вот тем Убийцей И хладнокровным Каким-то вот Животным Местами Которым он Представлен в сериале И это Как-то вот У меня поначалу Вызвало диссонанс То есть Я был этим даже Наверное разочарован Но потом Я как-то Меня подкупила Игра Энтони Стара Потому что Уж очень он хорошо Передает этого персонажа Потому что Я помню его еще По Банше Если я не ошибаюсь Он же там играл Кажется Другой образ у актера И здесь вот он прям Полностью перевоплотился Я как-то подумал Что ладно Наверное Этой версии Пацанов То есть Сериальной Этот персонаж подходит Именно такой Какой он есть Но тогда Возникает много вопросов То есть Если они будут Адаптировать Линию Хомлендера По-другому То тогда зачем В сериале Нужны некоторые персонажи Которые там есть Опять же Не хочется влезать в спойлеры Но те Кто читали комикс Наверняка понимают О чем идет речь И кто еще из семерки Видимо Будет представлен иначе Если говорить Про других героев То я был Очень сильно Разочарован Тем как они Представили француза Потому что В сериале Да он получился Скажем Приятным персонажем Который Вписывается В историю Но в комиксе Это тоже Совершенно другой персонаж Он безумный Он себя не контролирует Он Такой же Примерно по силе Как вот Персонаж самки Которую играет Карен Кухара По-моему В сериале Там он был Именно тоже Карен Фукухара Фукухара Да Значит я был Почти прав В сериале Он именно Осмысленный Такой Здравомыслящий Человек Который Как бы У него есть Свои причины Быть вне закона И свои причины Работать с бутчером В комиксе Это был Совсем другой Он Местами даже Здраво В принципе Не соображал То есть у него Какое-то Своё видение Мира И в принципе Восприятие Окружающих И им Как Скажем Боевой единицей Управлял Бучер То есть им И самкой И это В комиксе Выглядело Логично То есть Были Три человека Которые Как бы Были Мозговым Центром И двое Это Которые Мускулы В сериале Этого нет Там в принципе Очень сильно Поменялась Расстановка Сил Даже Внутри Пацанов И Это С одной Стороны Странно С другой Стороны Может быть Этот Француз Постепенно Придёт К тому Образу Который Был В комиксе Я не знаю Пока Сложно Это Сказать Потому что По тем Сериям Что вышли Такого Угла Я не вижу Может быть Он появится В дальнейшем Хотя Они обещали Вроде Что слишком Много Сезонов У сериала Не будет Если Говорить Про других Персонажей То Здесь Очень Сильно Поменяли Некоторых Героев Но Мне кажется Что это Сделано Было Уместно То есть Например Эйт Рейн Из-за Которого Главный Герой Попадает К пацанам Он Здесь Сменил И расу И сменил Немножечко В принципе Свою сюжетную Линию Мне Причем Она Больше Понравилась Чем Та Что Была В комиксе Потому что Там Он Был Таким Слишком Топорным Что Ли Персонажем Который Как-то Так До Конца Я не Понял Что С ним Было Не так Здесь Он Более Глубокий И За ним Интереснее Наблюдать Особенно Во втором Сезоне Мы Тоже К Этому Придем Ну То К Каждому Персонажу Которого Они Адаптировали В сериале У него Есть Какие-то Изменения Наименьшие Изменения Наверное Произошли С черным Нуаром Просто Потому что Его пока Не показывают И никак Не раскрывают Остальные В принципе Так или Иначе Получили Какую-то Глубину Это В принципе Опять Опять Они Все Получили Какое-то Новое Развитие А Вот Кстати Еще Один Очень Удачный Пример Того Как Они Развили Персонажа Это Подводник Глубоководный Глубина Он В комиксе Был Вообще Другим Он Во-первых Носил Шлем Который Не мог Никогда Снять Он Даже Голышом Раздевался У него Этот шлем Всегда Оставался На нем Здесь Это Совершенно Другой Персонаж С Гораздо Глубже И Интереснее Чем Тот Что Был В комиксе Там Как раз Был Персонаж Функции Который Был В команде Был Сильным Мощным Но Какой-то Особой Глубины В нем Не было Здесь Это Глубины В глубине Кстати Хорошо Но здесь Он получился Интересным И за ним Круто Наблюдать Особенно Во втором Сезоне У него Своя Сюжетная Линия Это Все Очень Круто Им Нужно Было Адаптировать Какие-то Сюжетные Линии Под Телеформат И Это Нормально И В то же Время Это Отчасти Объясняется Тем Что Это Все-таки Сериал Снят В 2019 2020 Году И Какие-то Определенные Тренды Того Что мы Видим На ТВ Они Конечно Были И в Пацанах То есть Поэтому Некоторых Персонажей Представили Там Не знаю Расовыми Меньшинствами У кого-то Появилась Там Вот Например Я забыл Как зовут Местную Чудо-женщину Мэйв Мэйв Ну Это Имя А прозвище У него Какое Ну Короче У Мэйв Появилась История Клэйн Королева Мэйв Да У нее Появилась История Любви Там С девушкой И так Далее То есть Это То Что в Комиксе Упоминалось Что-то Там За кадром Но Практически На этом Акцента Не было Скорее Даже Наоборот Там Был акцент На том Что она Скажем Не против Орги Устроить Прямо В здании Вот этой Местной Лиги Справедливости И это Выглядело Опять же В комиксе Слишком Топорно Здесь Это Интереснее Здесь Добавляет Драма И тебе Интереснее Следить За этим Персонажем Но Есть Момент Который Меня Безумно Разочаровал Помните Прекрасную Этот выпуск И В комиксе На протяжении Это по-моему 27 Что ли Выпуск На протяжении 20 с лишним Выпусков Нам Для Хьюи Тезерят Что было Вот такое Событие Страшный Теракт Но Что конкретно Там Произошло Никто Не Рассказывает И 27 Выпуск Он Целиком Посвящен Вот этому Произошедшему Теракту Как Огромный Гигантский Флэшбэк И Это Настолько Круто Прописанный Выпуск В котором Реально Чувствуешь Что супергерои Облажались Они не просто Как в сериале Что он случайно Уничтожил этих пилотов И у него выбора не было А то что Они уже зная Что они не могут спасти Они даже при этом Были виновниками Смерти людей Еще до того Как они разбились Ты когда Читаешь этот выпуск Прям Действительно Ощущаешь Что Ну это прям Конкретный перегиб Это слишком жестко Чтобы Это в каком-то виде Адаптировать Я понимаю Что они Зацензурили Этот выпуск Для сериала И это Наверное Максимально логичное решение Но те вот эмоции Которые у меня были Когда я читал этот выпуск Что я прям знаете Какое-то время Мне надо было Просто посидеть Потому что Это было Слишком Для моего Вот тогдашнего Восприятия И даже наверное Сейчас это все равно Пронимает Но тогда Это было прям Что-то вот Отвал башки И такого же эффекта Я не испытал В идеале И это вот Меня разочаровало Тут еще надо добавить Что тот выпуск В мире копится Он связан с 11 сентября Ну да Безуслово в мире Что это Определенно Ну во-первых Это писалось По времени Гораздо ближе К Кентеракту Ну и в принципе Для Америки Очень болезненная тема Я не думаю Что это можно было На телевидении Даже современном Американском Один в один Показать Наверное И не нужно Я читал Я читал Я читал не так много Как ты Но у меня Тоже есть Некоторые впечатления О том Что лучше Что мне меньше Понравилось Но прежде всего Эта тональность Мне Я люблю Там черный юмор И В целом Я не против Какого-то уровня Насилия В любых историях Будь то книжные Комиксовые Или Какие-то сериальные Но Пацаны Местами Комиксовые Для меня Все перебор Честно говоря Когда я читаю Комикс Мне там Многие вещи нравятся Но порой Обязательно Было Прямо Вот так Ну Это Эннис Сериал Он Помягче Что ли Он все равно Там И Жесткий И Сатирический И местами Кровавый Причем Кровавый Тоже Порой Гротесно Когда там Эти взрывающиеся головы И фонтаны Крови Это Выглядит Порой Как будто Из ролика Бэткомидиана Несерьезно Но тем не менее Он Вот Какого-то Такого Чувства Что Ну тебе Неприятно Вот Меня Он не вызывал По-моему Ну ни разу Или почти ни разу В этом плане Мне он больше нравится Чем Комикс Другой момент Который я покупил Ты сейчас Много рассказывал Про изменение Персонажей Но вот По моим Ощущениям Вот это Развитие Именно Супергероев Семерки Прежде всего Оно идет Очень Неспешно И вот Та часть Серии Которую я читал Там Многие из них Остаются По сути Вот просто Такими персонажами Функциями Пародиями На Классических Известных Супергероев В сериале Их Кого-то Больше Кого-то Меньше Но Почти Всех Стараются Раскрыть Показать Их Какие-то Человеческие Стороны Пусть Они Там Да Могут Быть Мерзавцами Подонками Но Нам Стараются Показать С чем Это Связано Да Какие Предпосылки Были У кого Какие Есть Пороки Или Даже Хорошие Стороны Как У Того же Дипа Мы Видим Что Он Действительно Заботится О Природе Ему Не Все Равно Что Происходит С Экологией Мне Кажется Такое Очень Хорошее Изменение В сравнении С А вот Что Мне Я понимаю Почему Так Но Что Мне Меньше Нравится Пока В сериале Комикс Он Гораздо Масштабнее И Ты упоминал Что Ты начал Читать Серию С Главы Про Россию Это Собственно Второй Том Достаточно Ранний И В сериале Вполне Уже Могли До него Добраться Этого Не Было Кстати Во втором Сезоне Обещали Что Появится Сосиской Любви И Кроме Того Мы Видим Там Много Команд Например Том Который Я недавно Прочитал Четвертый Он связан С местным Аналогом Команд Икс Которых Безумное Количество Они G Называются Я понимаю Почему Решили Сосредоточиться На Семерке Потому Что Чтобы Не Распыляться Чтобы Лучше Распыть Этих Персонажей Но В комиксе Всяких Супергероев Разных Гораздо Больше И Это По-моему Достаточно Интересно Мы знаем Уже Будет Расширяться Список Героев В третьем Сезоне Анонсировали Soldier Boy Которого Сыграет Экклз И он Представитель Другой Уже Команды Но Вот Пока Все Так Кстати В первом Сезоне Были Супергерои На Христианском Фестивале Но Они Статистами Были То Что Я говорю Там В комиксах Являлись Другие Супергерои Которые Играют Хоть Какую-то Достаточно Заметную Роль В сюжете Здесь Пока Все Так Не Так Возможно Это Еще Ограничение Того Все Сезоны По 8 Серии А Не По 22 Какого-нибудь Стрелы Или Смолвили Можно Показать Всех Кого Захочешь Вот И Еще Одно Изменение Которое Не то Чтобы Оно Не хуже И Лучше Но Мне Обе Версии Бутчера Нравятся Но Комиксовый Бутчер Он Мне Кажется Какой-то Более Что-ли Цельный Персонаж Который Вот Ты Веришь Ну В сериале Очень Сильно Прописывают Его Линию Связанную С женой И Вот Мотивация Его Завязана На этом По Комиксе Бутчер Он Такой Очень Крутой Парень Которому И Такой Мотивации Мне кажется Не обязательно Чтобы Вся Его жизнь Была Посвящена Борьбе С Сознавшимися Суперами Ну Сериальный Бутчер Просто Как мне Кажется Это Такой Персонаж У которого Вот Есть Цель Я Иду К ней И Дорогу К этой Цели Я Готов Устлать Трупами Врагов Трупами Друзей В Конечном Счете Может Даже Собственным Трупом Ну После Того Как Я Достигну И Насколько Я еще Помню Довольно Важно То Что В Комиксах Сами Пацаны Сидят На Препарате Ви Насколько Я помню Да Денис Они Ну Они Периодически Его Вкалывают Чтобы Навалять Да А Здесь Этого Нет И Это Еще Идет Идейное Противостояние Суперов Против Обычных Людей И Я Уже Просто Подвкушаю Момент А я Уверена Что В сериале К этому Врядут Когда Пацаны Все Таки Во Имя Своей Цели Они Я думаю Все Таки Свяжутся Тоже С Препаратом Ви И У меня Такое Ощущение Что Как Раз Таки Бучер Это Первый Претендент На то Чтобы Все Таки Это Сделать Притом Что Он Больше Всего Ненавидит Суперов Но Для Того Чтобы Навалять Хомлендеру Он Готов Я думаю Пойти На Эту Жертву И Это Будет Очень Вкусный Вкусный Идейный Слон И Моральная Дилемма И В общем А я Почему-то Уверен Что Будет Как В комиксе И Первым Кто Собственно Я могу Спойлернуть Если хочешь Чуть То Что В комиксе Одним Они Все Употребляли Этот Наркотик Если можно Его так Назвать Но Первым Кто Его Себе Вколол И Кто Не Понял Как Им Пользоваться Это Был Хьюи И Он Прям Переоценил Свои Силы В Одну Из Потасовок С Супергероями Мелко Известные Мне кажется Что Эту Линию Они Точно Адаптируют Сериалы Может быть И так Потому что Хьюи С другой Стороны Как раз Таким Наименее Из всех Остальных Пацанов Пропитан Вот этой Ненавистью К суперам И поэтому С другой Стороны Да Он Может Первым Подумать Вступить В ряды Тех Кого Он Не Настолько Ненавидит Они Кстати Очень Рано Раскрыли В сериале Вот эту Вот Связь Между Хьюи И Энни Потому что В комиксе Они Достаточно Поздно Узнали Что Она Состоит В семерке А он В пацанах И Это было Прям Серьезной Темой Для них Почему Они Разошлись А в сериале Как-то Вот это Все Как будто За кадром Само собой Разрешилось Они решили Ну что ж Давай вместе Поработаем Против них И это Как-то Ну Странно Да И там Были интересные Еще моменты Когда У них Есть Ну так сказать Их работа На которой Они Делают То что Делают А потом Мы видим Как они Какое-то Тепло И успокоение При этом Не знающим Кто они Такие Либо потом Уже Немножко Начинают Подозревать Но То ли Закрывая На это Глаза То ли Не желая Верить В свои Догадки То есть Там Да Такая Линия Более Красивая Что Ну да Там Как-то Линия Выглядела Как будто Она Что Более Продуманная Потому что В сериале Пока Это Достаточно Сумбурно Ну Я бы Не сказала Как человеку Не читавшему Комикс Возможно Это Как раз Смотрится Так Если Ты Видел Эту Линию Скажем Так Другой Интерпретацией Она Там Смотрится Более Проработанной Но Как Смотревший Сразу Сериал Не знаю Мне показалось Ну Скажем Так Во-первых Этот Конфликт Еще До Конца У них Не Разрешился То есть Сейчас Это Не так Что У нас Все Хорошо И Замечательно Да Это Безусловно Поэтому То Что У них Был Этот Конфликт Когда Это Всплыло И Просто Они Вынуждены Были Объединиться Потому Что И Кстати Мне Понравилось Что Они Объединились Это Показывает Их Как Довольно Адекватных Людей Но По крайней Мере Энни Показывает Как Адекватную Девочку Которая Узнав Что Ну Узнав Правду Про Препарат Ви Она Простить Бедного Мальчика Ну Да Поэтому Между ними Конфликт Еще не Утих Я думаю Что Он Еще Обострится В какой-то Момент Потому Что Опять же Третья Серия Заканчивается На Довольно Интересном Месте И Мне Еще Интересны Какие Будут Последствия У Последней Встречи Энни С Юи На данный Момент Можно Собственно Наверное На этом Месте Плавно Переходить К обсуждению Как раз Первых Твоих Серий Второго Сезона Ну Давай Раз ты Затронул Ту Тему То Давай Может Ты Продолжишь Разопрешь Какие У тебя Впечатления И Что Ты Наверное Ждешь От Продолжения Сезона Да Ну Я Долго Ждала Я Ждала Не без Страха Скажем Так Особенно После Второго Сезона Умбреллы Ну Скажем Так Я Сразу Надеялась Что Это Будет Лучше Но Когда Ты Задаешь Какие То Ожидания Тем Более Страшно Что Их Не Оправдают И Все Так Сценаристы Их Оправдали Ничего Не Могу Сказать По Моему Второй Сезон Вышел Во Первых Динамичнее Тоже Чем Первый Это Плюс Во Вторых Мне В принципе Нравится Куда Они Дальше Ведут Все Линии Всех Персонажей Единственное Что Возможно Я Ожидала Больше Немножко Драмы Я Не Знала Как Они Выйдут Из Замечательной Концовки Первого Сезона Когда Бутчер Видит Свою Жену И Они С Хоумлендером Вместе В доме Я Думала Что Сейчас Будет Какой-то Серьезный Разговор Не Знаю Какой-то Серьезный Конфликт Но Как Из Этого Сгладили Немножко Но В принципе Опять же Можно Понять Потому Что Если бы Они Пошли Сразу На Разрешение Здесь Какого-то Конфликта Но Это Была Б Совершенно Другая Динамика И Не Стоит Так Сразу Приходить К К К К Минации Где Можно Ее Еще Немножко Оттянуть В Целом Мне Нравится И Как Они Продолжают Развивать Супергероев Мне Нравится Что Всплыл Вот Тоже Идет Некий Слом Когда Они Осознают Свою Истинную Природу Мне Очень Понравилась Сцена Где Тот же Черный Нуар Сидит Тихонечко Обняв Руками Колени И Плачет Это Было Даже Трогательно И Конечно Появляется У нас Шторм И Это Еще Один Очень Сильный Персонаж Мне Она Нравится То есть Она Мне Нравится В плане Какая Ты Шикарная Стерва И Еще Мне Очень Нравится Что Создатели Не Побоялись Сделать Ее Женщиной Они Не Побоялись Сделать Женщиной Феминисткой И То есть Как бы С одной Стороны Я И хотела В некоторых Моментах Аплодировать Например Когда У них Идет Сцена Где Они Обсуждают Супергеройский Фильм Грядущий В котором Угадывается По-моему Легко Лига Справедливости И Женских Персонажей И На этом Месте Хочется Сказать Да Так И Надо Но С другой Стороны Потом Она Открывается С Немножко Другой Гранью Она Предстает Сумасшедшей Чокнутой Расисткой Которая Даст Наверное Хомлендеру Фору И Получается Пока Очень Интересный Неоднозначный Многогранный Персонаж Все Таки Наверное В их Противостоянии Лично С Мне Кстати Кажется Что В комиксе Как бы Все Соответственно По-другому Было Мне Почему-то Кажется Что Они Должны Сойтись Давайте Немножко Как бы С ним Женя Коснулась Этого Напрямую Сказала Что Ее Сделали Женщиной В комиксе Это персонаж Мужской И Соответственно Для сериала Сменили Персонажу Пола И Она Стала Девушкой Там Даже Не Просто Он Был Мужской Там Он Был Создан Еще Очень Давно То есть Это Один Из Самых Если Я не Ошибаюсь Ранних Мета Людей И Соответственно Во многом Многие Разработки Этого Препарата Ви Были Основаны На Исследованиях Нацистов И так Далее Короче Там В комиксе Это все Упоминается Как такая Полу Легенда Одним Из персонажей И Вот Собственно Этот Штормфронт Он Был Максимально Клишированным Таким Злым Суперменом Как этот Господи Как его зовут Овермен В комиксах DC Такой Прям Классический Он был Очень скучным Персонажем Который Почему-то Умудрялся Проигрывать Пацанам И другим Суперам То есть Ну В комиксе Он выглядел Знаете Как плохой Анекдот И я Когда анонсировали Что он Появится Я был Сначала Подумал Что это Наверное Ага Ради Какого-то Гэга А потом Когда сказали Что ему Сменят Сменят Пол И что Это будет Женщина У него Будет Много Времени Я подумал Ну Значит Это Полностью Другой Персонаж И Ка-2 Но Она Для Меня Пока Всех Остальных Засмевает Пожалуй Ее Вот Эта Сцена С Кабинариями Кабинарию Да Действительно Шикарно Мне Еще Мораз Когда Они Давали Интервью Телевидению И Старлайт Пыталась С ней Какие-то Завести Ну Такой Разговор Что-ли Кабушан Что-то Я Разделяю Твои Убеждения Просто Мне Не хватает Смелости Сказать Отшивала И Жестко Посмеивалась Для меня Она стала Такой Пока Главной Звездой Второго Сезона Ну Да Она Главная Звезда Второго Сезона Это Я Не спорю Но Насчет Того Что Сойтись Не знаю У меня Возможно Это Потому Что Это Ты Не Смотрел Ты Сказал Что Они Должны Сойти С Дим Это Я Скажу Я Предполагаю Потому Что Мне Кажется Что Они Не очень Как сказать Хоумлендер В этом сезоне Он Несколько Потерял В своих Позициях Из-за Еще Одного Персонажа Который Там Мы Наверное До него Еще Дойдем Которого Джан Карло Эспозита Играет И Из-за Этого Ему Нужны Союзники А Если Ему В союзники Попадет Собственно Персонаж Который По силам Ну Наверное Очень Близок К нему То Это Будет Уже Проблема У всех Истальных Но Не У Хомлендера У меня Как раз Потому Что У меня Скорее Было Ощущение Что Intel Будет Этакая Злодейка На сезон И В конце Сезона В последней Серии У нас Будет Красивый Супергеройский Мордобой Между Ней Хомлендером Кстати Одно Другого Не отменяет На самом деле К слову Да Они Могут Сначала Побить Друг Другу Мордобой А потом На радость Их Сойти Конечно Или Наоборот Что Она Просто Ему Наскучит Вполне Вероятно Ну Там Уже Намечается Мне кажется Между ними Определенные Конфликты С точки зрения Взглядов На кино И В общем Не только Но Ты Еще Просто Один Не видел Третью Серию Где Собственно Вполне Ясно Обозначается Конфликт Он Этим Заканчивается Поэтому Я Очень Жду Четвертую И Посмотрим Куда Оно Все Двинет Вот У меня Как бы Пока Создалось Впечатление Что Я Не знаю Правда Это Или Нет Но Что-то У меня Такое Ощущение Что Это Такая Злодейка На сезон Она Будет Дико Бесить И Хомлендера И всех Окружающих Второй Сезон В конце Она Выделится Ну Не знаю На самом деле Второй Сезон Он Очень Хорошо Показывает То Что Они Роль Играет Я Где-то Читал О том Что Они Хотят То ли Четыре То ли Пять Сезонов Всего Пацанов Сделать Чтобы Он Не Был Слишком Затянутым И Возможно Даже Что Она Так и Останется В сериале Просто Тоже Постепенно Вот Так же Как Глубина Как-то Изменится И Может Ближе Там Например К концу Она Престанет Совершенно Другим Человеком Расист Ну Ну Конечно Ей могут Двинуть Линию В том Плане Что Она Внезапно Начнет Осознавать Что Все Люди Ровны Но С другой Сторон У меня Просто Такое ощущение Что Это Настолько Яркий Триггер Который Призван Расположить Зрителя Не К ней А Наоборот Отвратить Зрителя От нее Я Кстати Вы знаете О чем Думаю Когда Смотрел Второй Сезон То Что Они Очень Сильно Обыгрывают Эту Вот Историю С Препаратом Ви Если В комиксе Они Чтобы Приравнять Пацанов К суперам Они Супером Вкалывали Этот препарат А что Если В сериале Они Изменят Концепцию И Грубо говоря Пацаны Сделают Что-то Что Сделает Суперов Равными Им То есть Они Допустим Временно Лишат Их Суперспособностей И Условно Хомлендер Без Суперспособности Линию Таким образом Чтобы Как бы Сохранить Идею Что Они На равных Но В то же Время Какие-то Усиления Им требуются Им нужно Искать Какие-то Пути Да Это Было Интересно Даже Не знаю Тут Пока Трудно Сказать Ну да По поводу Планированных Сезонов Я просто Напомню Что Это Крипки Который Для Сверхоестественного Планировал По-моему Прилич Так он Как раз И говорил Что Я познал Свои ошибки Я не хочу Столько сезонов Но так он же Насколько я помню Крипки то и ушел После пятого Он Он ушел Я имею ввиду Что Не все от него Зависит Во всей этой истории Потому что Не только Супергероями Его Управляет Корпорация Но и В общем-то Амазон Та еще Корпорация Которая Ну не факт Захочет Резать Ну наверное Самый главный Сейчас хит И один из главных По крайней мере Хитов Неизвестно Когда он Насколько Громкий Следующий Царь Путин Пока Экранизации По крайней мере Амазон Точно Будет Шикарные Совершенно Молодые Знамения Да Знаешь Дим Я надеюсь Только на одно Что Их научит Чему-то Горький опыт Игры престолов И они Поразмыслив Хотят ли Они Доить Эту корову Пока Она не скатится В то Что От нее Будут Плеваться С критики И зрители И требовать Переснять Последний сезон Или они Хотят это закрыть Красиво Ну Пока Ладно Это Мы далеко Забегаем Пока Только Три сезона Анонсировано И Посмотрим Что в этом плане Будет дальше Денис Есть еще Что сказать Про второй сезон Или пока Для впечатлений Ну Да Наверное Пока все Но я Наверное Еще добавлю То что Я вот Тут Женя Говорит Что она Прямо Очень довольна Тем Как он Начался Мне Вот он На самом деле При том Что он Стал динамичнее Мне Показалось Что сюжет Как-то глобальный Не слишком Ну Как сказать Как будто бы Я ожидал Большего Наверное Вот так Вот правильно Сказать Потому что У меня Слишком Были Завышенные Ожидания После Финала Первого Сезона Я ожидал Что Вот сейчас Он Начнется С какого Эпика Что Там Ну То есть На том же Уроке Нерва И Драматизма Получилось Да Да Немножко Сбавили И Так Первый Эпизод Например Он Действительно Забавляет Вот Третья серия Которая Женя Уже Несколько Раз Тебе Титерила Так что Я думаю Что ты После этого Подкаста Сразу Побежишь Ее смотреть Она Реально Вот Возвращает Примерно На тот Уровень Драмы И на тот Уровень Прям Напряжения А первые Две Они Как для меня Лайтово На самом деле Прошли Я вот Как-то Смотрел И даже Понимал Что Блин Вот тут Могли Растала Что Конфликт С Бутчером И Хоумлендером И его Женой Будет Я тоже Думала Что Сейчас Нам Первой Серии Будут Показывать А они К слову Первой Серии До Последнего Тянули С Именно Бутчером И Хоумлендером И Ну Да Согласна Здесь Они Могли Конечно Вывернуть Это Именно На Сразу Конфликт Сразу Травму Но То Что Они Отступили Я Понимаю Что Как Человек Который Прочитал Типа Весь Комик Целиком Мне Очень Тяжело От Него Абстрагироваться И Воспринимать Какие-то Там Сюжетные Линии Не Зная То Как Это Могло Бы Быть То Я Понимаю Что Там Что Нельзя Дословно Экранизировать И Скорее Даже Не Нужно Дословно Экранизировать Но Все Равно Ты Смотришь И У тебя В голове Ага Вот Там Они Делали Так То Это Было Интереснее И Ты Не Можешь От Этого От Делаться Как Не Пытаешь Это В Принципе С Супергероикой Очень Большая Проблема У меня Такая Не Знаю Как С Эпизод Где Они Встречаются По Моему На Крыше Да И Хоумлендер Это В комиксе Я Был Пока И Там Хоумлендер Наверное Уже Не Будет Там Хоумлендер Пытается Понять Какие У Бучера К Нему Путензии Потому Что Чувствуешь Что Там Что Личное А Не Просто Я Всех Суперов Ненавижу И По Его Реакциям Физическим Он Пытается Как Какой Нибудь Фокусник Или Какой Менталист Который Угадывает Что Человек Думает Это Такая Красивая Сцена В комиксе Действительно Сильная Для Меня По Второму Сезоне Кроме То Что Я Посмотрел Меня Немножко Напрягает То Что Показывают Конфликт Между Бучером И Остальными Пацанами Вот У Меня От Него В комиксе Всегда Было Впечатление Что Это Такой Батька Для Своих Батья Комбат Что Который Может быть Жесткий Но За Них Всегда Впишется И Если Надо Пожертвовать Собой Оттуда Он Выглядит Как Человек Который Без Сожаления Пожертвует Если Это Будет Нужно Лично Ему Даже А не Какой Высшей Цели Он Такой Более Эгоистичный Мне Кажется Второй Серии Достаточно Явно Это Демонстрирует И При Всем Под Том Что С Игран Персонаж Отличный Комик Словый Бучер Мне Кажется Тем Более Сильным Что Ли Персонаж А ты Напомни Ты Знаешь Чем Пацаны Закончили Я Напомню Ух Тебе Предстоит Финал Знаешь Ну Насчет Того Что Он Здесь Не Сильный Я Согласна Потому Что Я Его Для Себя Сравниваю Вот Как У Мартина Было Сравнение Станис С Чугуном Вот Я Бучера Тоже Сравниваю С Чугуном То Он Твердый Но Легко Ломается Вот А в комиксе От него Другое Ощущение Вот В этом Дело Ну В комиксе И Бучер И весь Другой Понимаешь У него Он точно Знает Что Жены Нет Что Она Умерла Он Ее Как Держал На руках В этот момент В сериале Это Все По Другому И Я Кстати Вспомнил Еще одно Важное Отличие Сериала От комикса Который Мы Совсем Забыли Ты Напомнил Сценой На мосту В комиксе У Бучера Есть Пес Его Зовут Террор Это Такое Прям Крайне Харизматичная Крайне Харизматичная Собака Которая Постоянно Его Везде Сопровождает И С которой Связан Ряд Похап Да Очень Крутых Между прочим Смешных И Этот Пес Он Для Бучера Иногда Важнее Чем Какие Договоренности С суперами Там Есть Допустим Был момент Когда Один Из Этих Хоумлендер Кстати По-моему Как раз Был готов Просто Своим Лазерным Зрением Прожечь Эту Собаку И Бучер Ему Говорит Ты Только Попробуй И Я думаю Что Даже Если Она Будет Это Будет Скорее Кивок Для Фанатов Чем Полноценный Персонаж Потому Что В комиксе Она Именно Играла Важную Роль Там Опять Не хочется Забегать На поле Совсем Жутких Спойлеров Но Выпуск Последний С этой Собакой Это Один Из самых Сильных Выпусков В комиксе И Он Очень Крутой Именно С точки Звучит Психологии Бучера Прям Тоже Опять же Тот выпуск После которого Я какое-то время Сидел И такой Типа Блин Надо Прийти в себя Это Очень Сильно Ну а Такой Вопрос А если бы Из бучера Сделали Патьку Он Не был бы Тогда Дуплером ММ Понимаешь В комиксах Они Разные То есть Они оба Заботятся Оба Грубо говоря Такие Мамка Для всех Остальных Но Один Он Именно Пробивной А второй Он Переговорщик И В принципе Разгрань между ними Они хорошо Показали То есть К Молоку У меня Вопросов Минимум Потому что Он как раз Максимально Близок К тому Какой Он Есть Наверное Просто Актер Не такой Раскачанный Как в комиксе Но мне кажется Что это В принципе Даже Хорошо Что Там Он Выглядел Слишком Как-то Так Важный Момент Который Отличает Второй Сезон От первого То что Первый Выпустили Целиком Как сейчас Большинство Стриминговых Сервисов Делают Но не все И для Второго Сезона Амазон Выбрал Такую Что-то Среднее Они Выпустили Три Эпизода Разом А оставшиеся Серии Будут Пускать По одной Какой У Apple У Apple Такой Формат Сразу Со Старта У всех Сериалов Вот И Ну Сейчас Насколько Я читал Ряд Фанатов Уже Обрушились С критикой На Амазон Минус Рейтинги Второго Сезона На Рот Матом И С Комментариями Мы живем В 20 Году Выдайте Нам Весь Сериал Сразу И Тут Ну Есть Такой Глобальный Спор Аля Как Лучше Ответься Все Сразу Целиком Там 8-20 Серий Сколько Настя Снимают Или Постепенно Нет Какого-то Естественно Готового Ответа Мне кажется Что У формата Когда Выходит Сериал Постепенно Есть Большой Плюс Он Позволяет Играть На В различных Клипенгерах И дает Почву Как раз Для гадания Для обсуждения Вот как Сейчас Вы Обтуждали Что будет После Третьей серии Когда Она Оставляет Вас Какой-то Излипуси И Желание Отпутить Как ты думаешь Куда они Дальше Повернут Сужет А что Они Сделают Потом Это Не Работает Когда Выпускаешь Сезон Целиком У тебя Обстается Простор Для Подобного Клипенгера Только В конце Всего Сезона Мне Кажется Что С творческой Точкой Зрения Сериал От этого Может Много Потерять Потому Тебе Сложнее Выстраивать Такую Драматургию И Какие-то Загадки Потому Что Если Зритель Попадает Суд Который Готов Все Посмотреть Сразу Он Все И Сразу Узнает Не Будет Обсуждения Головоломок И так Далее Тут Еще Есть Такой Фактор Что Понимаешь Когда Сериал Выходит Целиком Очень Опасно Что Какие-то Спойлеры Просочатся В сети И Портят Людям Впечатление То есть Так Например Было С Очень Странными Делами С Третьим Сезоном Если Не Ошибаюсь Что Он Были Расстроены Что Там Все Спойлеры Утекли В сеть Буквально Потому что Кто-то Сразу Сел Смотреть А Кто-то Извините Там На работе И только В выходной Дай бог Доберется И Лично У меня Например Тут Двойственное Мнение Потому что С одной Сторон Я полностью Согласен С тем Что Дима Говорит По поводу Потребления Когда Есть Возможность Обдумывать Обсудить И так Далее Но С другой Стороны Наверное Здесь Нужно Принимать Решение Если говорить С точки зрения Продюсера Принимать Решение Наверное Нужно Из Того Какие идеи В сериале Влежат То есть Если Там Очень Много Каких-то Плод Твистов Которые Надо Скрыть То Наверное Разумнее Его раскидать По одной Серии На продолжительный Срок Если Там В целом Какая-то Общая Сюжетная Конва Которая Клиффхенгером Будет Только В конце Как Было Грубо говоря В первом Сезоне Тогда Наверное В этом Есть Смысл Выпускать Его Залпом То есть Тут Зависит От того Что Они Хотят Этим Делом Как Показать Да Потому Что Ну Например Я могу Сказать Про себя Я Не Хотела Бы Очень Смотреть Тьму По Одной Серии В Неделю Потому Что Ты Забыла Все Да В том Три Сезона За Неделю По Моему У Улетели И Это Было Максимальное Погружение О Господи Мне даже Страшно И Учитывая Количество Персонажей Сравнимые С Войной Миром Просто Это То Что Нужно Пацаны Все Таки На мой Взгляд Они Не Настолько Нуждаются В Глубоком Погружении Сразу Поэтому Мне кажется Не могут Себе Позволить Как раз Такий Выпуск По Одной Серии В Неделю Опять же Это Да Дает Повод Для Догадок Дает Повод Для Обстраивания Каких То Ожиданий Для Обсуждений Поэтому На мой Взгляд Это Не та Вещь Где Прям Вот Необходимо Остро Сразу Выпустить Все Но С другой Стороны Конечно Я Не знаю Насколько В принципе Оправданно Ну В общем Просто Зависит Мне кажется Действительно От Людей Тут Наверное Идет Вот этот Весь Скандал Из-за Того Что Они Сменили Как бы Сразу После Первого Сезона То есть Ладно Если Например Он Изначально Был Так Заявлен Что Мы Будем Выпускать А тут Они Сменили И у Людей Уже Соответственно Ожидания Друг Вдруг Кто-то Взял Отпуск Чтобы За весь День Посмотреть Бац А там Всего Три Попробовали Когда-нибудь Вот так Ну пусть Короткий Сериал Не длинный Посмотреть Один Пресес Ну там Сезон Ну пусть Хотя бы Сезон Ну Благодаря Работе Да Я Этим Не горжусь Да Я Кстати И не Только По работе Например Я помню Что мы Всего Голованта Засмотрели По-моему За Уикенд Буквально Потому что У нас Мы Несколько Раз Нарвались Попадали В эту Ловушку Когда Знаете Давай Еще Одну Серия Такой Клиффхенгер Что Уууу Ну все Понятно И Вот у нас Так было Примерно И с третьим Сезоном Тьмы Ну давай Еще одну Серию На ночь Придущую И поехали Я вот так Вот одним Пресесом За Последнее Время Смотрел Ключелоков Первый Сезон Но это Было Тоже В работе Я просто Хотел Быстро Обзор Мин фантастик Я посмотрел Ну не за выходные За три дня Я начал Снять Закончил Это Вечером В воскресенье Смотрел Десять серий Не с ложником Но Очень жаткий Период В целом Мне кажется Есть Минус в том Что происходит Просто перенасыщение От Того Диного Мира И сериала Еще Минус Который Связан С Выпуском Вот этим Пулом Серии Ну Лично для меня Он Не столько Связан С какими-то Спойлерами Они в целом За редким исключением Не очень пугают Сколько С тем Что ты остаешься Вне дискуссии Витмака Например Я смотрел Медленнее Чем Участок Олег Наш Чатик Мира фантастики Я его так и не досмотрел Там уже ребята Обхуждают Какие-то Чужетные ходы Там Эту песню С Монетой Еще что-то А я Понимаю Что я до этого Еще не добрался И я Вне разговора Эта тема На которую мне Поговорить Хочется Но я от нее Встаю Вот меня Такой момент Не всегда Но он Может напрягать В случае с Историями Которые Выпущены Далеко Ну тут наверное Соглашусь Потому что Когда Игра Престолов Выходила По одной серии Все обсуждают Последнюю серию А не сезон В целом Но там были Обратные минусы Там уже Несколько серий Утекали Как раз HBO Пора бы задуматься О том Что их формат Устарел Они Вместо того Чтобы Предложить То К чему Уже зритель Готов и привык Они вот Светят Теряют Серии И смотрят Плохо в качестве И так далее И так далее Я вот встречал Такое мнение Что Наверное Будущее Вот этих всех Форматов В том что У тебя будет Платный выбор Смотреть так Как ты хочешь То есть Грубо говоря Сериал будет выходить Как мы привыкли По одной серии В неделю Но если ты хочешь Все и сразу Ты за это Дополнительно платишь Такая мечта Для людей Которые работали С 3-2-play Ими играми А тут еще Такую монетизацию А тут еще Такую Ну знаешь Вот с одной стороны Это вроде Как бы Жесть Потому что Ты еще Платишь Лишних денег Имея Например Подписку На какой нибудь Амазон Ну с Муланом Сейчас примерно так Тебе по подписке Ее не дадут Посмотреть Тебе надо Платить еще Да Ну вернее Ее дадут По подписке Посмотреть Только в декабре По моему По моему да Она войдет В каталог Но С другой стороны Смотри Ты допустим Безумно хочешь Что-то посмотреть И ты понимаешь Что у тебя там Через неделю Например Вообще времени не будет А к тому моменту Все соцсети Будут полны спойлеров Все твои друзья Уже посмотрят И ты один будешь сидеть И такой ну класс И А вот тут у тебя выходной И все что ты можешь Это взять И там условно Заплатить там Дополнительные 30 долларов Ну И Ну это я так Просто пальцем в небо Потому что ты про Мулан Сказал и вспомнил Сколько стоит Мулан И Получить сезон Понимаешь Ну допустим С какими-то ограничениями Что ты не можешь его скачать Не можешь его записать Я предлагаю Садимся после подкаста Пишем бизнес план И стучимся к Безусу И потом вместе с ним Купаемся в золоте Просто Согласна Давай 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 Но мне просто реально кажется Что в этом есть смысл Как минимум Нас все возненавидят Но мы золотим Да Очень-очень многие люди Смогут таким образом Получить контент раньше Соответственно Им не придется ждать И вот эта вот Вся модель потребления сериалов Она тоже переосмыслится Но Тут возникают вопросы А вот как журналистам быть? Ты можешь посмотреть Весь сезон сразу Но писать о нем Ты Хотя эмбарго же существует Допустим Но сейчас Ну По тому Который у меня есть С сериалами Сериалы Заранее смотреть не дают Целиком Вот то что И предлагали За последнее время То что я например Смотрел У меня была возможность Посмотреть Вест Ворл До выхода Сезона Но давали Четыре серии А не весь сезон И хранителей Помню Давали Шесть Из восьми серий Вот И Ну в любом случае Тебе не дают Продукт Целиком И так Почти Везде Мне кажется Это кстати Для правообладателя Не только Какая-то там Защита От спойеров Но это еще Такая небольшая Хитрость Когда ты получаешь Скорее всего Две публикации Потому что Пишет журналист Сначала Почтение Шести Или четырех серий А потом Тот же журналист Или другой Уже Какой-то Итоговый материал Потому что Посмотрел Уже Вместе Такими зрителями Дим Лайфхак С комиксами Даете журналистам Три выпуска Остальное Потом Ну такое себе Честно говоря Но с другой стороны Не знаю Даже платная Подписка Мне кажется Точнее Дополнительно Платная Подписка Не решит Тот вопрос Что Часть аудитории Посмотрит Уже целиком Будет обсуждать Будет в теме Будет сыпать Спойлерами А часть Будет сидеть Но это все равно Неизбежно Так или иначе То есть Поэтому да Проблемы Не решают Тут наверное Еще сказывается Тот фактор Что Обычно же Сериалы Не выходят по одному У нас Подряд там Условно Несколько каких-то Проектов Еще что-то В кино Еще что-то В играх И ты сидишь Обычный Такой Среднестатистический Потребитель И думаешь Блин А с чего Мне начать Пойду я В Мстители Играть Или пойду я Пацанов Смотреть Не ну Тут Когда выбор Такой Очевидно Что пацаны Лучше Это безусловно Я думаю Что Мы уже Больше Часто Разговариваем Надо По них Подходить Уже К концу И Я бы Наверное Попробовал Закончить разговор На таком Вопросе Наверное Прежде всего Денису Хотя Женя Я для тебя Наверное Тоже Сформулирую Просто Мишка По-другому Денису Вопрос Стоит ли Комикс Читать После Сериала Если Вы только Пока Сериал Посмотрели Он Вам Понравился А Жене Не возникло Желания После Даже Не только Сериала Но и Нашего Разговора Где И я И больше Еще Денис Рассказывал Про Различие Все-таки Попробуйте Посмотреть Как Он Был В первой Сочнике Да Я уверен Что Комикс Точно Стоит Читать После Сериала Но Нужно Быть Готовыми К тому Что Это Совершенно Другое Произведение То есть Они Очень Сильно Отличаются И Мне Кажется Что Как Я Уже Говорил Ранее Я Не Могу Посоветовать Пацанов Именно Комикс Всем То есть Я Его Лично Очень Люблю Потому Что Я В принципе Люблю Творчество Эниса И Люблю Сатиру На Супергеройку Но Это Прям Такая Жесткая Вещь Которая Не Все И Осилит Морально И Наверное Даже Ради Тех Вот Редких Ну Там Не Редких Их Много На самом деле Моментов Которые Прям Цепляют И Берут За Душу К Ним Местами Надо Продираться Там Есть Выпуски Которые Очень Тяжело Читать И Я Понимаю Почему Они Такие Наверное В каком То Смысле Я Даже Могу Сказать Что Наверное Другими Они И Не Могли Быть Зная Энниса Но Они Могут Отпугнуть То есть Вот Даже Тот же Сюжет С Джим Эннами О котором Ты Сегодня Говорил Дим Он Тоже Ну Если Ты Помнишь Чем Там Все Заканчивается Но Я Во-первых Не знаю Как Это Адаптировать На ТВ А Во-вторых Я Не знаю Как Это Можно Адекватно Воспринимать Если Ты До Этого Не Читал Пацанов И Тебе в руки попал Четвертый том Ты открыл Такой Че И закрыл Ну Короче Да Надо читать Но Нужно Прям Вот Наверное Это тот Случай Когда Нужен Контекст То есть В идеале Почитать Какие-то Статьи Об этом Комиксе Морально К нему Подготовиться Потом Купить Там Первый Том На русском Который Есть Доступен И уже По-моему Четыре Тома На русском Языке Вышли Поправить Это или Не твое И уже На этом Как-то Решить Для себя Надо Ну Готов ли Ты добить До конца Как-то Продираться Через Трудности Ради Вот этих Очень Классных Выпусков Которые Цепляют Ну Вот Примерно Этим Я и Собиралась Заняться На самом деле Потому Что Во-первых У меня Возникло Дикое Желание Пойти Читать Комикс После Финала Первого Сезона Потому Что Ну Я хочу Но потом Я узнала Насколько Сильно Сериал Отошел От первоисточника И я Подумала Что Мне все равно Там Не дадут Тех ответов Которые Я ищу А именно Конкретно Как Возрешится Конфликт Между Хомлендером Бутчером И женой Бутчера Потому что Жена Бутчера Насколько Я понимаю В комиксе Мертва И Не возвращается Правильно Денис? Ну Смотрите Сейчас Например Динамит Издает Новый Комикс Который Рассказывает О том Как Уже После Событий Пацанов Хьюи Находит Дневник Бутчера В котором Он рассказывает О своих Отношениях С женой И Конечно Это все 100% Не войдет В сериал Но это Такие Знаете Очень Интересные Флэшбеки Которые Как бы Добавляют Глубины Бутчеру И добавляют Клэшбеки Какая Ира слов Ну Мне кажется Что это Прям Очень хорошо Добавляет Контекста Я сначала Был очень скептичен К этому Настроен Очередной Комикс Который Сдают Под выход Сериала Но он Прям Хороший И хороший Именно В контексте Того Что если Тебе интересен Бутчер Как персонаж Читать его Например Без знания Пацанов Вообще Бессмысленно Это просто Набор Непонятных Флэшбеков Но когда ты Прочитал Совершенно Другое Вот Поэтому Собственно Я поняла Что спойлеры Я Конкретные спойлеры К сериалу Я в комиксе Скорее всего Не найду Я найду Что-то Что придется Интерпретировать И я решила Что ладно Уж Я не буду Себе портить На самом деле Впечатления Скажем так Я сознательно Пошла на это Но да Я думаю Что я в какой-то Момент Пойду Все-таки Попробую Познакомиться С комиксом И дальше Я буду Как раз Таки Смотреть В первую Очередь На то Зайдет ли Мне этот уровень Трэша Насилия И крови Я попробую Откусить Первый том И чисто Поэтому Буду смотреть Еще Что меня Пугало Хотя Отзыв Дениса Меня на самом деле Очень сильно Замотивировал Все-таки В эту сторону Потому что Когда я Разговаривала До этого С людьми Которые читали Пацанов Мне сказали Что в принципе Там все Персонажи По крайней мере Суперы Очень сильно Проседают В плане Проработки И Поскольку Мне очень нравится К примеру Та же Энни Сериальная И мне сказали Что например Та же Энни Там абсолютно Блеклая И с ней Толком Автор не знал Что делать И поэтому Как бы Ну это кстати Спорно Мне здесь кажется Это в пустошем Вот Поэтому я Сегодня услышала Немножко другую Точку зрения Поэтому я думаю Что я в какой-то момент Действительно Попробую ознакомиться Держава Умение Что это Так сказать Альтернативное Развитие событий Это немножко Другие персонажи И естественно Поскольку Я все равно Уже Прониклась Глубокой любовью К этой вселенной Мне будет интересно Узнать о ней побольше И посмотреть на нее Немножко с другой стороны Так что Не исключено Что мне и понравится Но Не ручаюсь Ну я тут По своей стороне Добавлю Что мне кажется Комикс стоит читать Тем кто Любит Не только пацанов Но и вообще комикс Потому что Здесь много очень Статиры Связанные С Стампами Супергеройских Комиксов Ну и Если у вас Высокий порог Чувствительности К какой-то Жестокости К Очень черному юмору Для тех Кто Не приемлет Например Фонтаны Крови И Сцены О которых Денис Говорил О том Как убеждают Космические угрозы Ну Тогда комик Конечно Вас отпугнет Да Там Много таких вещей Очень много Но тут Конечно Надо понимать Что это все Очень гипертрофировано Это тоже Своего рода Такая метафора То есть Понятно Что Энис Это делает Умышленным Чтобы Показать Такой максимально Пошлый Пример Как Супергерои Могли бы Выглядеть Ну естественно Да И кстати Это Довольно Тоже важно Поэтому Возможно Что мне и может Зайти Потому что Знаете Когда идет Совсем уже Перегиб Ты не воспринимаешь Это именно Близко к сердцу И ты воспринимаешь Это просто Как Элементом стиля Ну как Сатира Такая Да Так что Оно Не ранит Как бы И не задевает Настолько сильно Ты просто Перехочешь На этот уровень Условности Некий И перестаешь Настолько Воспринимать Это Остро Как если бы Это показывали Именно Натуралистично И пытались Ударяться В какую-то Драму И каждый раз Подавать Это Какой-то Супер Напряженный Эпизод Не знаю Да Согласен Вот Мне кажется Что Такая Хорошая Этока Которую Можно наш Сегодняшний Разговор Завершить Спасибо всем Кто Нас Слушал С вами были Дмитрий Златницкий Сцена Мир фантастики Денис Верхов И Женя Сухонова А Скорых встреч Оставайтесь с нами Спасибо Что Кушали Да Спасибо Всем Всем Спасибо Пока